В эфире телестудия Карачаганак, в студии Майя Амирова. Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. Внеочередная 25-я конференция районного филиала партии Нур-Отан провела свою работу. Теперь об этом подробнее. Согласно указу партии Нур-Отан, на внеочередную 25-ю конференцию районного филиала партии были избраны 90 делегатов. На базе детской школы искусств состоялась работа конференции, в которой приняли участие председатель районного филиала партии Акимбурлинского района Санжар Алиев, секретарь районного маслихата Адлихан Куликешев, первый заместитель районного филиала партии Нур-Отан Малика Махаова и 72 делегата. На повестке дня конференции стояли следующие вопросы. 20-летие партии Нур-Отан о реализации послания президента о повышении качества жизни граждан, обсуждении основных правил проекта программы 2030 партии Нур-Отан, об избрании делегатов на внеочередной 23-й конференции областного филиала партии Нур-Отан. В ходе конференции выступила председатель первичной партийной организации ОТАН. В соответствии с требованиями действующего законодательства о политических партиях и устава партии Нур-Отан на конференцию избраны представители от всех первичных организаций района, объединяющих 2972 членов партии. Всего на 25-ю внеочередную партийную конференцию избрано 80 делегатов, прибыло 72. В составе делегатов представители различных отраслей экономики, промышленного и сельскохозяйственного производства, органов государственного управления, малого и среднего бизнеса, образования, культуры, здравоохранения, спорта, общественных организаций. Высшее образование имеют 85% делегатов. На конференцию избраны представители семи национальностей. Мандатная комиссия признала полномочия всех делегатов конференции действительными и вносит предложение утвердить данное сообщение. Грядет 20-летие партии Нур-Отан – время творческого и социального развития. Речь об этом шла на выступлении первого заместителя председателя районного филиала партии Маляки Махаовы. Партия Нур-Отан на пороге важной даты 20-летия своего создания. Это знаменательная дата для всех партийцев. Хорошая возможность вспомнить, как все начиналось в те далекие 90-е годы. Роль и значение партии Нур-Отан как ведущей политической силой в достижении независимого Казахстана. История 20-го века показала, что сильные политические партии – это неокемлемая часть состоявшегося и успешного государства. Это сыновой хребет общественно-политической системы, обеспечивающий мир и согласие, устойчивое экономическое развитие страны. Также в ходе конференции был заслушан доклад о работе, проводимой в рамках реализации послания главы государства о благосостоянии народа Казахстана, улучшении качества жизни и доходов. Наблюдается снижение тарифов на вывоз ТБО на 6%, обслуживание лифтов на 2%, оплата за холодную воду на 3%, за горячую воду на 12%, за тепло – 13%, канализация на 4%, на электроэнергию на 10%. Эта информация была освещена через средства массовой информации. Далее были заслушанные доклады по другим вопросам. После выступления по вопросам, стоящим на повестке дня конференции, Акимбурлинского района Санжар Алиев, он же председатель районного филиала партии Нур-Отан, выдвинул предложение следующую встречу провести в другом, более интересном формате. Майя Амирова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия, Карачиканак. Это все на сегодня. Всего доброго.